Чем же так популярна станица, что сюда переезжают со всей России? Это на еду? Это свежая уже, выросла. Скажите, пожалуйста, а где работают ваши местные жители? То, что нет здесь предприятий, как люди живут, на что можно вот так, на 15, как можно прожить на такую зарплату маленькую? Ну, и так и живут. Газа нет, вы понимаете? То есть люди отапливают дровами. Кого не спросишь, все едут, едут, едут именно в Гастагайвку. Всем привет! Привет! Сегодня мы приехали в станицу Гастагаевскую. Самая, пожалуй, знаменитая станица около Анапы, про которую, я уверена, слышали многие. Сегодня здесь оказались мы в первый раз. Сами поездим по станице, по разным ее улицам и покажем вам. Хотим все-таки узнать, так чем же так популярна станица, что сюда переезжают со всей России? Поехали! Сейчас мы приехали в самый центр станицы. Мы находимся около Дома культуры. Рядом получается парк небольшой. Здесь, как я заметила, есть ярмарка. Сейчас здесь пройдемся, посмотрим, что вообще работает. Ну, для такой станицы рынок должен быть, конечно, большой. Универсальная ярмарка. Ну что, заходим? Рыбка. Рыбку продают. Да, вот сейчас приду, четыре хвоста это запомню. А рыбка у вас откуда? Со Славинска на Кубай. О, хорошо. Местная рыбка. Местная. Вон, на колбасу. Да, на уху сейчас взять. Колбасы, мясные всякие изделия продаются. Сыры, молоко. Здорово. Слушай, ну да, выбор есть. Семена. Вот уже можно подготовиться к новому огородному сезону. Вот, мед. А мед у вас откуда? Местный. Местный. О, тимрюк. От нас. От нас, да. Все хорошее со стрелки. О, отлично, стрелка, да. Стрелка у нас есть, подписчики со стрелки. Так, здорово. Цветочки. Это все тоже на посадку, да? Все цветы. Да, да, сейчас полюбуйтесь и высаживайте. Угу, здорово. Тюльпанчики даже. Всякие товары для дома. Ну и можно даже купить какую-то такую мелочевку из одежды, обувь. Ну, рыночек небольшой, но я так посмотрела, что, в принципе, здесь можно купить все. И продукты, и вот овощи, фрукты, яйцо, наверняка домашнее даже. Несной павильон, возможно, даже работает. Я думаю, что да. Так, ну, по-моему, здесь вообще все есть. Все можно купить. Крупы, мука. Каши разные. О, яблочки, да? Да, они самые тяжелые. По 75, разные сорта, яблочки. В Анапе. Ну, в Анапе, конечно, побольше. Ну, да, вот тут уж... Такие же киосочки, как бы, вот заходят. Вот, мясной павильон. Давай посмотрим, работает он или нет. Почему-то закрыт мясной. А, вот, или это продукты. Пока не можем разобраться. А, вот, а, это магазинчик. А, ну, тут мясо есть, в принципе, все, да? Та же продукция, в принципе, ну, да. Кошечки, грябришки, 130. И рыбка, да. Ну, в принципе, тоже ассортимент, что и на улице. Ну, то же самое, как и в ларечках. Рыба, рыба и мяско тоже. Колбасы разные. По колбаскам большие. А скажите, какая-нибудь колбаса, вот прям местная, есть что-то вот анапское? А какой комбинат здесь вообще? Каневской, Каневской, Тихорецкий, наши мясокомбинаты. А в анапеум, возможно, что-то делают? А нам по колбасному не упускают. А нам тоже колбасное ничего не упускают. Понятно. А это Динской, Каневской, Ильский, Тихорецкий. Ну, наши мясокомбинаты. Мы редко берем мясокомбинаты превосновные. В основном все наши. Понятно. Спасибо. Спасибо. Так что вот здесь можно купить местную краснодарскую продукцию. Так что заходите. Здесь рыба из кумбрии есть, и сельдь, и сайра. Ну, все, в общем, есть. Все абсолютно. Сейчас мы прошлись по рыночку, посмотрели. Ассортимент очень хороший. Выбор большой. В принципе, можно все приобрести. Нам понравилось. Ну, в сравнении, например, с темрюком. Как ты думаешь, выбор такой? Нет, здесь меньше. У нас в темрюке побольше рыночек. Намного больше. Во-первых, у нас ценится рынок за выбор большой рыбы. Мясо. Мы мясо еще не видели с тобой. Кстати, свежее пока. Но побольше у нас рынок намного все-таки в темрюке. Здесь поменьше. Ну, в принципе, для станицы нормально. Это нормально. Я думаю, многие ездят в Анапу покупать. Там рынок все-таки большой. Ну, скорее всего, может быть, да. Мясо тоже. Ну, есть мясо, да? Ну, как бы, да. Небольшое, но есть все равно. Я считаю, что можно все купить. Да. А у вас мясо откуда вообще? Славистохубань. Чайник. Все, спасибо. Скидочек еще сделает. Очень дружелюбные, кстати, на рынке. Это редкость для рынков. Посмотрите, здесь также продают саженцы, фрукты. То есть... А вот и сам рынок, да, где продают разные овощи, фрукты, помидорки, яблочки, мандаринки, лимончики, грибочки. В общем, все есть. Так что... Хороший рынок. Кажется, для станицы очень хороший рынок. Хороший, большой рыночек. Мне тоже понравится. Что-нибудь сейчас артемент? Тушечка на посадочку есть. А, да, это на посадку? Да, на посадку. 300 рублей ящик. А ты какие сорта обычно берешь? Да, мы разные. Разные, да. Нет. Угу. Вот в этом году разную насадили. Разную? И местную всякую, да, разную посадили. Угу. Много всего. Выбор хорошего. И зелень, да. Ну да. Это на еду? Это свежая уже. Выросла. Да? Да. Видно же, в теплице вырастились. Очень хороший рыночек. Маленький. В Гастагаевской однозначно лайк за гостеприимность. Никто не прогнал, не оскорбил, не набросился. Все положительно относятся. Я рада. Спасибо большое жителям станицы. После рынка мы сейчас пойдем в парк. Конечно, еще зелени нету. Листьев нет. У нас все-таки еще весна. Да и в этом году весна очень холодная, затяжная. Поэтому показываем, что есть, без прикрас. Делимся своими живыми первыми впечатлениями от станицы Гастагаевской. Ну, вроде бы, это и есть центральный парк главный. Мемориалы и обелиски. В станице есть свой парк. Хоть и небольшой, но это хорошо. Ну, по размерам я могу сравнить его с парком в Старотитровской. Я снимала уже станицу Старотитровскую. Это станица в Темрюкском районе. Если вам интересно, то переходите по подсказке на видео. Детская площаночка. Ну, и вот такой вот парк. Сейчас мы идем по станице. Встречается очень много магазинчиков. И самое удивительное, что очень много машин. Значит, здесь очень много народу живет. Значит, станица такая, как бы, немаленькая, да. Это радует. Очень много всяких магазинов. Идешь, смотришь. Я думаю, что жители довольны, что у них очень много всего. Что не надо далеко-никуда, как бы, ездить. Я смотрю, даже кафе есть. Где, наверное, скорее всего, можно посидеть. Потому что многие жители, все равно, которые приезжают жить в больших городов, они привыкли где-то погулять, посидеть. А это очень редко встречается. Они в больших поселочках, станицах. А здесь, я смотрю, есть. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а где работают ваши местные жители? Наши местные жители работают в магазинах, на рынке, реализаторами. В школе преподаватели работают. В детских садах воспитатели нянечки. В домах культуры тоже, как бы, культработники. В весенний и осенний период и летний, наверное, на полях. Кое-де, если есть частные организации сельского хозяйства. Назначение, в смысле. Ну, а зарплата какая вообще средняя? Зарплата, ну, 15 тысяч. 15 тысяч? 12-15. Не больше, да, как бы, да? Не больше, да. Ну, в основном, наверное, скорее всего, как вы думаете, в город, наверное, ездят на работу? Скорее, да, конечно. Тяжело же такую заплату прожить. В санаториях работают. То, что нет здесь предприятий, как люди живут? На что можно, вот так, на 15 тысяч, как можно прожить на такую зарплату маленькую? Ну, и так и живут. Ну, это выживание. Частные подворья, в смысле, и хозяйство, там, куртики, уточки. Ну, как бы, это тоже немного, ведь, по идее. Это тоже ведь нужно реализовать. А еще ведь нужно корм купить. Конечно. Это тоже денежки. Едем мы сейчас по улице Комсомольской. Недалеко отъехали от центра. Смотрим, какие здесь домики. Ну, это улица асфальтированная, но когда ты заезжаешь какой-то проулок, то там асфальта нет. Это мы заметили. Вот интересно то, что стоит остановка, но, как нам сказали местные жители, по станице не ходят местные маршрутки. Ходит только анапский автобус. О, и гуси по улицам бегают. Ой, как смешно. Вот такие вот богатые, действительно дорого-богато домики. Тут же магазинчики небольшие продуктовые, чтобы все было в доступности. Все-таки станица очень большая, и отсутствие общественного транспорта, это, я считаю, для такой большой станицы это плохо. Нужен либо свой автомобиль, либо пользоваться такси. Как сказали нам местные жители, такси стоят 100 рублей в любую часть поселка. Едем мы сейчас по улице и видим, что у многих домов лежат дрова, либо пилят дрова. Думаем, зачем может просто готовиться к весне, убирают свою территорию от старых деревьев, например. Оказывается, газа-то нет. На этой улице нет газа. Это шок, потому что здесь очень большая улица, много домов, а газа нет, вы понимаете? То есть люди отапливают дровами, либо электричеством. Переулок уютный. Здесь построены новые домики. Вот такие вот красавцы стоят, но стоят на окраине, в поле. Можно сказать, что в поле. Все в едином стиле. За, получается, домами, за участками уже идут виноградники. Это самая, наверное, маршрутка Санапы, которая идет. Сейчас посмотрим номер. 132. Наверное, она. На улице Раздольной сейчас мы едем. Здесь газ я вижу, что есть. В конце улицы набережной. Такие вот тоже новые дома находятся. Опять-таки, все в едином стиле. Прозрачные заборы. Небольшие участки. Когда, конечно, едешь вот по таким улицам, нету такого ощущения, что ты по станице едешь. Конечно, выдает отсутствие асфальта, но красиво, ничего не скажешь. Дома красивые. Напишите, хотели бы вы жить вот в таком вот доме в станице Гастагаевской. Поделитесь своими впечатлениями в комментариях, как вам вообще станица Гастагаевская. Мы сегодня для вас сделали вот такую вот небольшую обзорную экскурсию. Хотелось бы узнать ваше мнение в комментариях. Пишите обязательно, буду ждать. Просто нам интересно, вот вроде ваша станица известная. Люди приезжают сюда на ПМЖ. А где все они работают? Вот это мне интересно знать. Кто где? Кто где? А есть какие-то предприятия? Я на пенсии. Да нету тут ничего, по-моему. Ну я сама, сколько мы, 6 лет здесь живем. А, тоже как вы приезжаете? Мы приехали на пенсию. Дочь приезжала у меня с Хабаровска, покрутилась тут, походила по Анапе. Не понравилось? Ну не то, что не понравилось, толком работы-то нету. Вот, я поэтому... Нет, работы валом, но она вся 15-20. Вот. А как на них прожить? Так я вот сейчас удивляюсь. Когда они привыкли там и по 60, и по 70 получать. Конечно, конечно. Но все равно работы много, особенно в сезон. В отелях везде требуется, требуется и горничные, все. Ну это понятно, как обслуживающий персонал. Да, мне как-то вот здесь больше всего нравится. А что вот именно здесь? Вот именно по климату, вот эта вот равнина, вот эта. Мы ездили все вплоть до Сочи. Ну не люблю я эти горы, вот это там, ходить в Сочи. Да, были. До моря вроде спустились, здесь гнулся ты, а назад у меня язык на плече, я еле дошла. Очень большие дома у вас построены. Ну это люди приезжают и строят. Я пожила и не хочу, я приехала, от того же мне не было. Со своей квартиры, мы же отвыкли от этого всего. В советские эти времена, кажется, о, коттедж, это мечта. Приезжаем, лестница у меня одна свадьба продала в Анапу, в однокомнатную уехала, свои 200 почти у нее квадратов. Нафига? Нет. Вы считаете, что лучше иметь небольшой домик, чтобы было меньше уборки? Да, да. И оплачивать ведь нужно такой двухэтажный особняк? Конечно, конечно. И сколько у вас выходит в месяц за отопление? У нас вообще мы дизельное сделали изначально 5 лет назад. Ну сейчас уже по улице газ провели, но он у нас, мы за 2 месяца вот переехали в Новый Свой, он съел нас. Мы 1050 потратили. За 2 месяца 50 тысяч за отопление? Да. На газе очень хорошо. Вот я смотрю соседи, 2 800 за прошлый месяц, но у них тоже двухэтажный. Как бы здесь разница. У брата мы жили, ну временно, пока он не приехал, вот мы 3 года жили, у него газ, у него 80 квадратов, мы в самые такие мороза, ну полторы тысячи. Плюс мы это же мылись, и еще и готовила я. Газ очень выгодно. Ну вот вы здесь уже прожили, считаю, 6-й год, да? 6-й год. Вообще, какие вы... 7-е лето было. 7-е лето уже. Ну как вообще ваши впечатления? Не жалеете, что уехали? То, что с Дальнего Востока вообще нет. Нравится. Мне даже там не тянет. Я люблю море. Вы скучаете, да? В основном едут пенсионеры. Пенсионеры, да? Я вот как смотрю, а в основном одни пенсионеры. Вот сколько знакомых везде, дома покупают. Одни пенсионеры едут. С Сахалина отовсюду. Ну, москвичей много. Они строят или покупают? Ну, покупают в основном у застройщиков, даже дистанционно. Вот у меня сейчас у знакомых там рядом, говорит, Сахалина дистанционно купили, даже не видели ничего. У нас сосед дистанционно продал по компьютеру. Как люди так покупают, я не знаю. Мы-то уже знаем, где здесь можно брать, где нет. То, что мы живем здесь же и в дожди, и болотистая местность есть, и где ты в дождь не вылезешь вообще в сапогах. И асфальт, наверное, нет в таких местах. Конечно. Надо здесь, я пришла к выводу, во-первых, что надо ближе к асфальту, потому что вот так ты не пройдешь с грязюки. Не вылезешь. У меня вот там метров 300, наверное, ну, дровенька, дорога, и то я вон грязная. Ну, да. Там уже такие, так что. Это все нужно предусматривать. Все. Если вы хотите. Почему люди приезжают в Гастагаевск? А я не знаю. Во-первых, нет, не то, что не знаю. Я когда переехали сюда, потому что первая сватья моя уехала. И нас так сблотовало, там рай, рай. Ну, мы взяли и приехали сюда к ней. Было конец октября, и вот мы стоим, представляешь, ночью нам не спится, разница во времени же, 7 часов. Мы вышли в 3 часа со своим на эту, на верандочку. Так тепло, он курит, я в ночну, чечки, он трусик, как пошли, везде виноград этот висит. Для нас же дико. Да. Такие дома только в обществе начали вот эти струк. Ой, какие домики, ой, какая красота. И мы, короче, приехали, что-то раз, квартиру на продажу, она сразу в лед. Мы собираемся и сюда переезжаем. Она очень удобно стоит, что здесь самый климат хороший, именно вот в этой станице. Ну, действительно, если по климатическим едешь, в Орениковке дождь там льет все, всегда там льет дождь. В Юровке всегда туман, как в Лондоне. Вот у меня там знакомая работала, мы хотели подруге там участок взять. Наташа говорит, я каждый день приезжаю, там, говорит, туман и сырость. Недалеко. Как в Лондоне, говорит, сырость. Вот не знаю, но она каждый день туда на работу ездила. Не вздумай там брать. Я смотрю, почему-то все едут сюда. Ну, там тоже, конечно, покупают дома, но все почему-то сюда рвутся. Не знаю. Кого не спросишь, все едут, едут, едут именно в Гастагаевку. Эти строители, вы видите, как поднялись. Ну, потому что распиялили ее только строительством. Потому что ведь только это же можно. Ведь работы-то ведь негде. Негде. Дом-то ты построишь, а где ты будешь на что-то существовать? Ну, что ж, вот сегодня мы сделали вот такую небольшую обзорную экскурсию. И сами посмотрели, и вам показали. Я очень хочу, чтобы вы поделились своим впечатлением от станицы Гастагаевской в комментарии. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!